Всероссийский научно-исследовательский институт крахмала и переработки крахмала, содержащего сырья, отметил большой юбилей. Ведущая агропромышленная и сельскохозяйственная организации страны исполнилось 90. С какими достижениями к этой дате подошел институт, расскажем в сюжете. Деятельность в НИИ крахмала не останавливается ни на минуту. Даже в свой юбилей сотрудники провели семинар для ученых из передовых научно-исследовательских институтов. Говорили о новых разработках и, конечно, перспективах для дальнейшего сотрудничества. Для участников конференции это важно. Все изобретения, в том числе линия по переработке картофеля на крахмал, проходят здесь все этапы. От идеи до реализации. Но в первую очередь институт занимается разработкой научных проектов. И в советское время, и сейчас его активность не снижается. Те разработки, которые этот институт проводит, вносят свою очень большую лепту в общий объем научных исследований для создания продуктов различной направленности, в том числе создания продуктов, которые могут поддерживать здоровье человека. После завершения семинара работников института и гостей ждал концерт, который состоялся в Красковском культурном центре. Отличившимся сотрудникам вручили награды. Анна Архангельская работает в институте 57 лет. Прошла путь от старшего техника до технолога по переработке. За многолетний труд и профессионализм награждена благодарственным письмом депутата Государственной Думы Николая Васильева. Наш институт – это действительно дом. Дом для нас всех. И по-другому, наверное, никак нельзя. И благодаря нашим руководителям они сохранили этот институт. Они сохранили научный потенциал разработки. Поздравления коллектива звучали от членов Совета Федерации, главы-люберец, депутатов и коллег. Я знаю институт более четверти века, поэтому хорошо знакомы и с продукцией, достижениями института. Они действительно есть. Так держать новых достижений, успехов. Ну и самое главное – сохранить тот темп, который есть. Здоровья, благополучия всем сотрудникам, их семьям и дальнейших достижений. Спасибо им за труд. Самое главное, чем ценен институт, любой, в принципе, это кадрами, конечно. И мы этим кадрами очень дорожим, ветеранов очень ценим. Ну и, по сути дела, институт благодаря ветеранам и сохранился, и сейчас сохраняет то лицо, те позиции, которые ранее были заложены нашими предыдущими поколениями. С конца 2021 года Институт крахмалопродуктов входит в состав Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. На предприятии трудится почти 100 человек. В их числе – кандидаты и доктора наук, и один – член-корреспондент РАН.